Вот такой вот у нас амшаник. Купили когда дом, он уже был. Перекрыли на нем крышу, крыша была не очень приподняли ее, там засыпали опилки наверх. Снаружи оббили досками, чтоб меньше ветра выдували с него тепло. Амшаник на фундаменте такой. Тут одна отдушина, там сетка вот такая. И вторая отдушина, там также сбоку тоже сетка. Такой вот зимовник для пчел. Все по-простому. Дверь. Снутри мы дверь завешиваем еще одеялом толстым на зиму, чтобы было теплее. Закрываем дверь на замок и все, пока не зимует. Снутри амшаник обклеили пенопластом пятеркой, клеили просто его на пену. И пенопласт у нас идет ниже фундамента. Еще сантиметров 10 ниже фундамента, чтобы здесь было максимально тепло. И в подолке у нас еще одна отдушина, такая прямоугольная, большая. И она тоже затыкается подушкой на зиму. И так пчелы зимуют. В этом году решили сделать его поглубже. То есть, он на штык лопаты был мельче. Теперь он встал на штык глубже. И будем надеяться, что здесь станет теплее. Потому что здесь зимой где-то минус 2, минус 3 градуса стабильно держалось. Даже сильные морозы. И нам надо добиться, чтобы здесь хотя бы было около нуля. Поэтому мы решили вот на штык лопаты выкопать. Надеемся, от земли пойдет больше тепла и станет немножко теплее. В это посмотрим. Дальше, опять же, сюда влазит 12 ульев. С каждого ряда, с каждой стороны по 5 ульев. И спереди влазит два улья. Рядышком. Или если рядом не выйдут, то друг на друга. Все. Ставим обыкновенные козлы. Такие толстые бревна. Все по-быстрому. На летом мы их вытаскиваем это все. Вычищаем пол. Все это в тачку. Возим далеко. Выбрасываем. Здесь главное, чтобы здесь все было чисто. И все лето он стоит открытый. Посыхает, проветривается, просушивается. Можно перед постановкой пчел еще серную шашку здесь прожечь. На всякий случай. Вот такой простой, обыкновенный мушаник. Есть такой трапик, чтобы уходить. И все. Зимой периодически приезжаем. Слушаем, смотрим где возле какого улья, сколько подмора. И температуру поглядываем. Когда выпадет первый снег большой, когда будет много снега. Мы его со всех сторон обвалуем снегом. В принципе, этого тепла хватит до весны. Вот эта передняя сторона солнечная. Тут солнышко постоянно. Тепло. Прогревает его дополнительно. И еще он стоит в таком месте именно с этой стороны сарайчики. Вокруг деревья. Здесь деревья. Все. То есть, он еще защищен от ветров. Максимально. Чтобы, опять же, в нем было теплее. Вот тот человек, у которого мы покупали этот дом, также держал здесь всю жизнь пчел. И, видимо, всегда пчелы хорошо зимовали в нем. Значит, в принципе, у нас лет пять мы уже здесь ставим. Зимует отлично. Все хорошо. Ладно, друзья. Всем спасибо за внимание. Удачи вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok